сегодня на библейском портале экзегет мы отвечаем на вопросы поясните слова блажен и же имет и разбиет младенцы твоя о камень я более подробно скажу дщи вавилоне окаянная блажен и же имя ты разбиет младенцы твоя о камень о ком здесь речь речь здесь конечно же о символе да вот пороков человеческих а той греховным о том греховном состоянии той греховный я бы сказал так противоположности церкви христовой которая сегодня существует в мире вот это вот обитель греха и лишь только помысл приходит сознание человека о грехе мы знаем что любой грех начинается лишь с малого прилога с малого прикосновения попытки прикосновения к душе человека вот о чем говорит нам древнее писание священное писание о том что мы должны отречься сразу же от греховного прилога не сослагаться с ним не сопрягаться не пускать его в свой разум не пускать его в свое сердце потому что через это уже вот этот младенец вырастает великана который может уничтожить опустошить нашу душу вот конечно здесь речь идет о злых прилогах а по последствиям и помыслах которые приходят от нечистого духа и поэтому блажен тот кто вовремя их остановит кто сразу же отвергнет любое искушение ну мы должны понимать что мы все товарищи по больнице и нету среди нас полностью здорового человека всегда дьявол имеет определенное воздействие в той или иной мере если человек хорошо молится или часто молится и часто прибегая к спасительным таинствам церкви тогда дело отходит на какое-то расстояние если человек имеет повреждение духовное или психическую болезнь или часто бывает последствия употребления различных психоактивных веществ то как вот это вот темная сила вот это вот пространство вот это темная сила приближается к человеку и душа неизбежно чувствует тревогу и даже доходит и до голосов доходит и до то что сегодня психиатрии квалифицируется как побежать ства но это очень часто связано духовное поморочение частно связано с прикосновением к этому духовному миру человека незащищенного ну понятное дело господь же не зря нам дал кожаные ризы чтобы мы не слышали голосов нечистых духов не искушались от них и так далее но если поврежден как правило то вот такие вещи уже не виде помыслов приходят даже при виде прямых голосов человеку приходит в данном случае конечно надо понимать что просто степень сильнее а так каждого человека это касается и надо относиться к злым мыслям злым прилогом и помыслом не как тому что имеет право жить в нас вот дети приходят надо просят там бачку пришел что такое почему я ведь не злой а почему мне приходят страшные мысли там про родителей про окружающий мир вот как дьявол тебя искушает ты должен прогонять его и ни в коем случае не считай что он имеет право жить в тебе вот этот вот полностью ты дитя самого бога поэтому есть на исповеди мы должны не просто рассказывать священнику о наших грехах отрекаться от них чтобы зло вышло из нашего сердца и больше туда не уходил внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео